За последние 10 лет сатец ни разу не расчищали. Мусор долгое время откладывался естественным путем и скапливался из точных городских вод. Система гидросооружений нашего города призвана поддерживать уровень малых рек. По правилам эксплуатации такие водные объекты нужно очищать регулярно. Из-за того, что скорость воды в реке в искусственном сооружении ниже, чем в бытовом ее состоянии, все практически вредные вещества, которые попадают в реку, здесь и остаются. Со временем водный объект зарастает илом с этими вредными наносами, происходит его заеление и заболачивание. Власти Нижегородской области планируют расчистить сатец в 2020-2021 годах в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеева-Саров». На весь проект выделено 42,5 миллиона рублей, часть из которых пойдет на решение проблемы саровских водоемов. На одном из заседаний Думы депутаты подняли вопрос финансирования расчистки русла сатеса. Были обязательства застройщика вложить 400 миллионов рублей в благоустройство набережных, в подсыпку песка, и там изначально в проекте заявлялась действительно расчистка реки. Идет переосмысление проекта, идет подвижка сроков, там уже возникают областные полномочия, появляются дополнительные условия. Но я с чем согласен, выделялась земля на вполне конкретных условиях за очень недорогие деньги – 10 миллионов рублей. Поэтому все, что было обещано, все для города должно быть сделано. Компания «Саров Инвест» утверждает, что по договору она брала на себя обязательство вложить средства в строительство объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства, в том числе в очистку русла реки, только в районе комплексного освоения территории. К 2018 году компания перевыполнила план на 80 миллионов и потратила более 491 миллиона рублей. Специалисты выровняли, расчистили, укрепили береговую зону и увеличили зеркало реки на 11 тысяч квадратных метров. Дальнейшие действия инициативы по эксплуатации и расчистке водных объектов должны исходить от администрации города, считают в компании. Очистка – это инженерные мероприятия, которые должны проводить при наличии проекта на ведение подобных работ. В проекте будут заложены требования, методы и сроки ведения работ. Сейчас происходит стадия как раз выполнения разработки этого проекта, а если быть точнее, то сейчас стадия изысканий. После этой стадии будет выполняться непосредственно само проектирование, затем государственная экспертиза, и только после этого будет выполняться работа по очистке водного объекта. В ближайшие два года расчисят почти 6,5 километров сатица – от кремешков до плотины. Но это временное решение проблемы. По мнению эксперта, необходимо перевести сброс сточных городских вод в замкнутую систему и направить их на очистные городские сооружения. Главное – следовать правилам эксплуатации объектов. Если все требования будут соблюдаться, то качество воды в нашем городе улучшится, а на реке можно будет организовывать зоны отдыха. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.